Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по трудным местам Священного Писания. И сегодня мы попробуем ответить на вопрос, почему в Библии говорится нечто такое, что противоречит современной науке. Например, когда мы читаем 15 главу книги «Бытия», 17 стих, здесь сказано в начале этого стиха «Когда зашло солнце». Хотя совершенно очевидно, что солнце никуда не заходит, а земля вращается по отношению к солнцу. Почему же Библия говорит с нами на ненаучном языке? Тем более, что о самом Священном Писании мы находим такие слова. Это второе послание Петра с 19 по 21 стих. «И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые божьи человеки, будучи движимые духом святым». Так почему же мы встречаем такие выражения, фразы, которые как бы противоречат фактическому положению вещей? Ответ на этот вопрос содержится в книге пророка Осии. Это 11 глава, 4 стих. Здесь мы находим следующие слова. «Узами человеческими влёк я их, узами любви, и был для них, как бы поднимающий ермо с челюсти их, и ласково подкладывал пищу им». В каком смысле Господь узами человеческими влечет нас к себе? Имеется в виду, что Он использует наш понятийный аппарат. И хотя в наше время все знают, что не Солнце вращается вокруг Земли, а Земля вокруг Солнца и собственной оси по отношению к Солнцу. Но мы тоже используем такие выражения, как, например, «взошло Солнце», «взошло Солнце», в том числе и в литературных, и в разных других научных текстах. В Евангелии от Иоанна, 3 глава, 12 стих, мы находим следующие слова Иисуса Христа. «Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном?» Иными словами, Бог, разговаривая с нами, учитывает наше интеллектуальное несовершенство, учитывает наше теперешнее духовное состояние. Потому что если бы Господь называл вещи своими именами, то многое из того, что Он говорит, было бы для нас совершенно непонятно. И в 1-м послании Коринфянам, 13-я глава, мы находим следующее уточнение. Это 12-й стих. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан». Действительно, мы не различаем многие духовные реалии. Особенно для древних людей неразличимы были даже обстоятельства, связанные их с существованием на Земле. И им могло казаться нечто, что не соответствовало астрономическим реалиям. Что там солнце вращается вокруг Земли, звезды, планеты, а сама Земля неподвижна в центре мироздания. Более того, апостол Павел настаивает, что проповедник Слово Божие должен быть для всех все. Для иудея, как иудей, для эллина, как эллин, и даже для беззаконного, как беззаконный. Сам не чужд закона пред Христом. Для всех все, дабы привлечь ко Христу. Таким образом, Господь разговаривает с нами на нашем языке. С учетом нашего понятийного аппарата, используя те эфемизмы, метафоры, образы, которые наиболее понятны и распознаваемы для нас. Подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вовремя получать информацию о новых передачах. И берегите себя. Спасибо вас всех. Христос. Продолжение следует...